Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами мыльная пена с новостями о звездах в латинском кино и телевидении. Начнем с новостей, безусловно, хороших, потому что плохих новостей всегда бывает гораздо больше. Итак, Астрид Каролина Эрера продемонстрировала очень милое фото. Ну, 50-летняя актриса беременна и ждет своего первого ребенка. Ну, она еще не знает, мальчик это будет или девочка, и совсем не боится предстоящих родов. Ну, замечательно, мы искренне за нее рады. Судя по фото, она очень счастлива. Марица Родригес родила близнецу. Ну, и как всегда, новоиспеченные родители напрягли всю свою недюжинную фантазию и обозвали детей Акиба и Иехуда. Или Иуда, ну, как кому больше нравится. Ой, вот бы их тогда. И что людям имена попроще не нравятся, непонятно. Следующая у нас новость тоже очень хорошая, потому что вышла замуж Анна Лаевская за предпринимателя Родриго Морейра. Ну вот, а мы, помнится, жутко переживали, как она перенесет разрыв с Рафаэлем Амайя. А, ничего, все хорошо, смотрите. Прекрасно перенесла, вышла вот замуж. Желая маме счастья, как-никак, почти соотечественница. А мы за своих всегда болеем. Ну, очень, конечно, хочется, чтобы все у нее было хорошо. И лишь бы не кончилось так, как у другой Анны. Мы имеем в виду Анну Брэнду Контрерс. Пишут, что рассталась она со своим Тореро, не перенесла его измены. Ну, вы помните, мы вам рассказывали, что пара сочеталась с браком в Лас-Вегасе, что планировалась религиозная свадьба, но эта свадьба отменилась. Почему? Потому что супруг был замечен в очень такой недвусмысленной ситуации с другой женщиной. Ну, что следует из этой ситуации? То, что всем Аннам следует избегать людей по фамилии Амайя. Потому что смешно, конечно, но у нашего героя имя и фамилия Алехандро Амайя. Вот. Значит, одно счастье, опять же, что они в Лас-Вегасе поженились и не успели религиозную свадьбу забабахать. А то бы вот сейчас пришлось побегать с разводом. Сами знаете, католическая церковь разводы не особенно-то дает. Ну, Долорес Фонси, гражданская жена Гаэля Гарсии Берналя, дала интервью очень специфическому журналу, который освещает вопрос использования марихуаны. Ну, и рассказала, что курила 20 лет назад. Ну, ее извиняла то, что практически все это делали. Ну, а сейчас она тоже это иногда делает для расслабления. Когда переделаете свои домашние дела, вот, и как стакан вина, потому что, значит, чтобы заснуть хорошо и все такое. Ну, может быть, в этом и есть какая-то сермежная правда, да? Только она добавила, что ее дети в курсе, что мама курит необычные сигареты, а нечто совсем другое. Ну, что я могу сказать? Ну, старомодные мы ужасно. Ну, хотя многие напиваются на глазах у детей, ничего не тесняются, все хорошо. Может быть, и тут как бы ничего особенного. Но посмотрим, что будет через пару лет. Может быть, это будет просто-напросто общим местом. Ну, и последнее у нас новость на сегодня. Довольно скандальное. Попал в знаменитый телевизорский черный список Хорхе Аравен. Ну, что там случилось? То есть, туда обычно попадают актеры, которые осмелились иметь свое собственное мнение или пытались устроить свою судьбу самостоятельно, а не ждать от телевиза милости. От нее, как известно, как от природы милости не дождешься. Так вот, у него был пятилетний эксклюзивный контракт, за время которого он получил только одну главную роль. Всего лишь одну. А потом он снимался в каких-то ролях довольно второстепенных. Ну, и вот, и последней каплей, ну, там как-то, в общем, напряжение-то нарастало. И последней каплей стал отказ Хорхе сыграть одну из, опять же, второстепенных ролей в новом супер-пупер-шедевре Наталья Олар Тельё Лагата. Ну, Аравена прочитал сценарий и решил, что в этой чухне он играть не будет. А когда телевизорские начальники узнали, что Хорхе пытается еще и договориться с какой-то другой телестудией, ну, вах, какой кошмар. Мы ему работу нормально не даем, а он, скотина, еще пытается что-то искать. Ну, короче, вон пошел. Сам Аравен объясняет эту историю так. Он сказал, что я объяснил людям, что мне нужна хорошая роль, что я актер, в общем, достаточно известный. И мне нужна роль весомая, а не то, что вы мне предлагаете. Поэтому я отказался. Но, видите, не сошлись во мнениях с начальством. Ну, надо сказать, что именно по такому сценарию проистекал конфликт с другим иностранцем, который на телевизор пришел триумфально, а ушел, в общем, с большим скандалом. Ну, мы имеем в виду Марио Семару. Именно Наталья Олар Тельё прикрыла для него телевизор и сказала, что ноги его тут не будет, пока она тут имеет хоть какое-то мнение. Ну, говорят, во всяком случае, были такие разговоры, которые подтвердить документально практически невозможно, поскольку это все на уровне сплетен внутри телевизорских. Так вот, говорят, что Сальвадор Михея предлагал ему роль в триумфе любви, которую потом сыграл Асфальдо Ривз. А кубинец сделал и отказался. И потом, помните, было такое интервью у Михеи, что когда-то Семару не был таким привередливым и хватался за любую работу. А сейчас, понимаешь ли, и по выходным работать не хочет и вообще. Ну, что, понятное дело, кто бы принял во внимание воплинина или конда, да, невыносимости кубинца, если бы не оскорбленный в лучших чувствах Михея и его супруга в Артелье. Ну, а в сухом остатке мы имеем пару-тройку кукарач, уж простите, в качестве голланов, и медленное, но верное снижение рейтинга. Ну, это тема несколько другой передачи. Про телевизор мы расскажем на следующей неделе. Там творятся дела совершенно удивительные во всех отношениях. Вот, а на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.